добрый вечер друзья коротенький такой раз будет сюжетик опубликовали данные по покупке жилья по продажам жилья за там какой-то там очередной квартал и точнее за июнь месяц за июнь месяц опубликовали значит продано около 600 тысяч новых домов 600 тысяч и где-то 5 миллионов 600 не новых домов это как бы данные очень интересные потому что последнее время массу народу обнаружились которые как бы играют на понижение то есть они говорят вот рецессия скоро будет вот тут данные неважные там данные непонятно какие тут еще что такое непонятно а вот значит и значит движемся мы в рецессию вот такой как бы такая муличка домой в рецессию в рецессию в рецессию а тут такие данные которые как бы обратное показывают это не значит что мы не движемся в рецессию так по большому счету потому что векторов много и куда там равнодействие идет мы мы не знаем но во всяком случае я хочу сказать что вот на блумберге сегодня того идет обсуждением этого всего и говорят что это серьезный удар по точке зрения той что мы движемся в рецессию или как-то так вот куда-то не не в не хорошее место движемся продажи этим самые высокие за последние 8-9 лет по новым домам за последние 8 лет с февраля там 2008 это это пиковое значение это никогда все упало и кого перед кризисом а по по новым да пост по старым домам бывшим скит уже как сказать юст такие то значит это данные за девять лет там был пик девять лет назад такая вот история и это немножко неожиданно потому что знаете все время говорят там вроде зарплаты не очень растут вроде бы там безработица все-таки 5 процентов это не 3 да и тем более не 2 и так далее и так далее но тем не менее есть некий накопительный эффект состоящий в том что все-таки по чуть-чуть с безработицей ситуация значит там раскупоривается зарплата и может не так стремительно но тоже потихонечку растет больше того поскольку строят последние годы не так много как может быть надо было бы получается некоторый завышенный спрос и вот этот завышенный спрос вот эти вот multiple offers и все это немножко подбивает как бы цену вверх да при том же еще же и интерес исторический самый низкий за июнь месяц по моему там они написали что средний интерес на 30-летний моргич 30-летняя ипотека с фиксированным рейтом 345 средняя средняя по стране вот то что люди брали 345 я вам скажу мы первый дом с вы покупали у нас было 78 15 что такое ли 7 785 первый дом мы с вы покупали 785 345 это просто немыслимое что-то это даже слов нет сказать насколько это мало вот насколько это стимулирует людей к тому чтобы чего-то брать сейчас потому что как бы дальше хуже не было хотя в связи с ценами на нефтом падающими так далее и этим brexit там и так далее говорят что вряд ли будет расти интерес хотя следующая неделя и эта неделя тоже идет большая дискуссия очередной митинг значит federal reserve значит банка и они там должны собраться и решить повышать не повышать interest rate и идет большая дискуссия тоже некоторые говорят что ребята нужно точно повышать иначе пропадем другие говорят нам нужно нужны сильные аргументы в пользу того что мы ничего не сломаем и хуже не сделаем вот там идет такой разговор но в общем нынешняя экономическая ситуация очень стимулирующая с точки зрения приобретения жилья я не имею ввиду конкретно кремниевую долину потому что здесь так немножко может быть цены не упали но и не растут последнее время вот большой рост был год назад вот так в первой половине года весной особенно сейчас так как то вот так как то вот и и подольше стоят на рынке значит не продают не то что не продаются но дольше дольше находится на рынке если раньше там за три дня уходила то сейчас может там пару неделечек постоит а где-то и пару месяцев может постоять такие стали вещи тоже появляться то есть такой дурдом немножко отошел вот у нас так застабилизировалась но в целом по стране видишь что творится такой вот репортаж счастливо а